Глинский и Опер, 9 и 10 номера, именно они забили два мяча в ворота Саудовской Аравии. Был матч 14 марта, в Эстонии Саудовской Аравии, товарищи к играбу Флоренции, в Италии они играли. И вот, можете представить, Эстония, благодаря двум точным ударам, именно этих нападающих выиграли у Саудовской Аравии 2-0, а Саудовская Аравия ни много ни мало уже третий раз попала в финальную часть чемпионата мира. Так что это о многом говорит. У них бразильцы смогли выиграть только 1-0, и датчане 1-0. Мы посмотрим, что у нас опасный момент, и вот вы видите, словно подтверждение моих слов, Андрей Опер отправляет мяч в сетку ворот сборной России. Вот такое вот начало. Мы еще раз берем этот момент, вы видели, как Сергей Серехов технично принял мяч на грудь. Так они сыграли в так называемое скрещивание с Андреем Опером и 1-0. Вот видите, мы видим уже финальную стадию этого момента. Ну что, по идее, там Синников должен страховать был этот участок поля. Да, именно как модель для чемпионата мира этот матч очень важен. И очень неприятно, что к 18-й минуте мы пока проигрываем. Сычев вроде бы уже обыграл пиероя, но... Выйти к воротам не получилось. Синников подает к левой, универсальный футболист. Двуногий футболист, как говорят в футбольном мире о таких игроках, которые могут одновременно одинаково, не одновременно, конечно, одинаково удачно действовать и правой, и левой ногой. Это позволяет Синникову играть и на правом фланге обороны, и на левом фланге. Но мы это видим в составе локомотива. Сычев отдал бесчастность. Ну вот великолепная, великолепная комбинация двух спартаковцев. Вот вы знаете, очень мне нравится Сычев. Отмечали его скоростные качества, очень хороший удар, очень хорошую технику. Но великолепно, великолепно молодой наш футболист Дмитрий Сычев действует в подыгрыше. И вот сейчас он это продемонстрировал, ассистировал бесчастных. Но надо сказать, что и бесчастных все сделал, как было нужно. Прокинул себе мяч. Чуть времени, друзья, остается. Четыре минуты и 1-1. Напомню, что счет в начале матча скрыл Опер. Бесчастных в первом же тайме счет сравнял. И 1-1. Хлоднокровно играет Филимонов. Чугайнов. Чугайнов теряет мяч. Сахаров. Вот так вот. Вот так вот и Опер забивает свой второй мяч в сегодняшнем матче. Ужасная, катастрофическая ошибка Игоря Чугайнова. Мы увидим сейчас повтор этого момента. Бежал, 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 бежал. И вот кто-то из свежих, только что вышедших на замену эстонских футболистов. По-моему, это был Роуба по 13-м номерам. Под него подкатился. Сделал передачу к 15-му. Сахарову, Сахаров перерисовал мяч Оперу. И Опер забил свой второй мяч в сегодняшнем матче. До этого за всю историю, за всю свою карьеру в сборной Опер провел 18 мячей. И вот два ворота сборной России. 2-1 и... Продолжение следует...